короче на упаковке полнейшее вранье понимаете вместо вот этой говнотени всего по 20 рублей представляете девочки нашего вчера я забронировала отель по моему через три вага на четыре дня крутились думали решали снять ли нам квартиру будет удобнее или номер в отеле номер в отеле конечно дороже немножко выходит да не немножко прилично но с другой стороны я вот забронировала и я точно знаю что этот отель как бы стоит не убежит что это действительно отель предоплату с меня не брали то есть оплата при заезде единственное ограничение там что я не могу сделать бесплатную отмену бронирования после какого-то определенного числа то есть до этого числа могу бесплатно а после этого числа нужно будет заплатить почти 3000 рублей ну я надеюсь что все будет нормально что ничего не придется отменять потому что билеты как бы у нас уже взяты отель мы забронировали почему не не стали брать квартиру посуточно потому что как-то странно себя вы знаете все ведут отвечать не торопятся это раз во вторых когда начинаешь выяснять что и как сразу сбрасывают карту переводите задаток потом будем разговаривать это чё такое вообще то есть я их спрашиваю на каких условиях они бронируют они мне вместо того чтобы рассказать они мне сразу кидают номер карты для того чтобы я кинула задаток я как бы не привыкла так я вас не знаю кто вы такие это другой совершенно город в общем покрутились покрутились решили что пусть лучше будет чуть подороже но с гарантиями хотя бы с какими-то во вторых отель есть отель ты уставший пришел тем более что мы как бы там днем и находиться то не будем только ночевать будем приходить ты пришел бухнулся встал ушел за тобой все убрали я не говорю что я какой-то поросенок там знаете вы сами по роликам видите да как у меня все но мне не хочется еще в чужом городе знаете приехать устать там как совраска потому что мы будем бегать целыми днями но не бегать ходить но все равно то есть мы будем возвращаться уставшие и я еще там буду с тряпкой бегать по этой квартире а потом еще отчитываться чтобы мне чтобы сдать якобы чисто чтобы мне вернули задаток который вносится там какой-то депозит в общем чуть как-то сильно сложно и я бы рекомендовал участникам вот прислушаться к мнению людей потому что достаточно много отелей вот выбор большой по ценам большой разброс также как и по квартирам то есть конкуренции есть чего они так себя ведут неадекватно я не понимаю некоторые отвечали через два дня после того как я им написала позвонила через два дня только ответили конечно я за это время уже что-то сняла ну в общем как то вот так я сейчас прогуливаюсь между очередным делом просто у меня небольшой так скажем разрыв в полчаса и я могу прогуляться на улице у нас сейчас тепло и туда дальше к нашей поездке еще теплее станет двадцать шесть градусов лето возвращается но ночами уже все равно прохладно что не говори осень все равно уже чувствуется смотрю повербанк для сына но мне нужен маленькой емкости это единственное место где вот я нашла на 10 тысяч подешевле это магазин белый 930 остальных местах но он тяжеловат в кармане него не потаскаешь тем более у них там в карманах много вещей как я поняла это я уже зашла по пути в пятерочку смотрите какие классные резиночки продаются ободки тканевые для школьник мне кажется вообще замечательно а это полотенца качество мне очень понравилось они плотненькие и мне кажется с них не будут подергиваться ниточки стоит они что-то в районе 400 рублей продаются в разных цветах полотенца классные а это декоративные подушки в виде спила дерева внутри поролон и в виде полена внутри наполнитель классно сшитые чехол кстати можно снимать стирать сейчас на эти подушки акция спилы стоит чуть подешевле полена чуть подороже но они я хочу сказать такого размера внушительного не маленький валик все время говорю как повезло нынешнем поколении детей в отношении игрушек мы бы только мечтали иметь вот таких кукол кукол в продаже в детстве я не знаю нам даже не снилось мне кажется такое посмотрите какая прелестная мышка мягкая игрушка сказка так девочки давайте покажу вам что купила убегалась просто как не знаю кто это из магнита сыр президент этот чек помидорки пока взвешивали пакет развязался захотелось рыбы солененько взяла вот такую скумбрию по скидке 145 рублей сыр 200 с чем-то помидоры по 70 рублей хлеб показывать не буду он и так купила сыну вот такой повербанк он меня попросил оббегала весь город маленькой емкости нигде повербанков нету а если есть то они в такую цену что знаете как то не очень хочется их покупать этот я забрала последний вот такой вот очень очень небольшой надо сейчас его проверить заряжает он или нет сейчас одну секунду поменяла провод потому что тот все зарядное устройство подключено работает все хорошо надо будет его подзарядить небольшой аккуратненький ему пойдет так и чек в коробку положить пока несколько дней тут пока придется мне его потестить чтобы нормально было так пауэрбанком разобрались взяла вот такие две черные маски он попросил всего по 20 рублей представляете девочки нашла так себе взяла вот такие ножницы портняжьи нормально так как оказалось режут тоже недорого попались они мне 320 рублей отлично я уже собиралась за 600 почти покупать это можно выкинуть и собственно из-за чего беготня у меня была целый день это маски потому что их черных нет нигде чисто черных чтобы в условиях так скажем полевых не очень это мы морались и повар повербанк также сама потому что идет зарядка все нормально потому что также сама нету нигде маленькой емкости а если есть я же говорю то они стоят больше 1000 рублей за 3000 миллиампер я считаю это как-то перебор но я все же нашла и купила вот такие конверты сыну для документов чтобы не промокали в кармане самые маленькие тоже вот искала по всему городу потому что до этого я купила ему два конверта они прям больше вот так в карман вряд ли поместится эти хотя бы хотя бы как-то ну то бишь военник там еще что-то он таскается они таскают с собой а пока маршируют никто не смотрит дождь или не дождь и на всякий случай взяла еще вот такой вот конверт с кнопочкой потому что он чуть поменьше и тот который я купила он члене в два раза больше я подумала что вот три конверта я как раз ему отвезу будет выбирать себе какой ему понравится больше больше будет удобно и еще хочу показать вместо этой паршивой экспрессовской подставки которая заваливается вы поняли о чем я говорю да я говорю вот про эту подставку вот мне приходится выгибать аж назад короче на упаковке полнейшее вранье понимаете под углом как на упаковке на упаковке вот таким с таким углом она стоит она не держится с телефоном она начинает падать вот так неудобно потому что чуть задел и летит все назад в общем не понравилось она мне категорически и тут я захожу в магнит и вижу вот такую подставочку точно такая кто у меня помнит было у меня ее отжал сын и вот такого ярко-розового девчачьего цвета я думаю теперь подумают прежде чем отжимать ярко-розовая купила вместо вот этой говнотени так все все покупки вам показалось если я буду переодеваться и готовить кушать потому что у меня на ужин нифига сегодня еще нет на нижнем ярусе у меня стоит форма в ней картошка баклажаны и помидоры слоями а на верхний ярус поставлю курицу немножко поменяю местами вот так вот и а красотка лежу смотрю бумер и выжидаю время пока брови краситься красоту ничем не испортишь что называется кстати девочки про пигментные пятна хочу вам сказать я уже говорила что у меня не рыжие эти пятна что они сейчас я подождите на паузу поставлю что они как будто бы сжимаются после вот умывания когда кожа требует увлажнения какого-то да и перед тем вот как наносить тоник я вижу что по границам вот пятна они прямо как будто глубже во первых чем нормальная кожа во вторых они как будто сжимаются и просто того как намажь либо кремом либо тоник нанесешь выравнивается поверхность кожи и исчезает эта граница так вот что я вам хочу сказать вот на этих местах вот на этих местах посветлее стала кожа это однозначно это прям вот заметно не вооруженным глазом вот на этих местах она даже слазила не темнели они у меня не рыжие ли но она просто слезла вот на этих местах кожа таким чулочком вот теперь еще посмотрим что будет вот с этим пятном она у меня здесь достаточно большое почти наполовину лба и спускается на нос и вот здесь еще вот с этой стороны тоже есть пигментация но даже вот по щекам я вижу что стало посветлее поэтому крем все-таки работает это получается есть уже почти неделю им пользуюсь и в целом я хочу сказать что я очень довольна мне понравилось потому что сколько у меня до этого было осветляющей косметики осветляющих кремов осветляющих сывороток тоников и прочей всякой байды масок ничего не действует у всего настолько кратковременный эффект тут буквально две-три минуты до после применения и все и потом кожа как-то тускнеет становится обычной а здесь нет мне нравится результат и в белорусской косметики если кто-то пользуется ей вообще советую деньги не тратить если вы хотите хоть как-то осветлить свою кожу да если незначительная пигментация или просто там вот знаете чуть-чуть поднять тон посветлее сделать лучше берите корейскую косметику потому что из всего что я пробовала она самая действенная но для моих пятен даже ее было недостаточно так что пользуюсь теперь этим турецким кремом и хочу вам сказать что результат действительно есть скоро же брови нужно будет идти смывать новинки фикс прайс сейчас вам покажу самые такие что мне понравились мне понравились вот такие домашние тапочки очень яркие симпатичные стоят 199 рублей но единственное что мне не нравится в таких тапках это то что прошито подошвой мое личное мнение они делают так чтобы быстрее покупали новые тапки а с этими носками вышел прикол у них рисунок с одной стороны выглядит вот так а с другой стороны выглядит по-другому глазки там есть рот и уши обозначенные я все не могла допетрить это брак или это специально сделано пока мне пришло в голову сложить эти два изображения я поняла что на одном это папа животного она даже выпуклая а на другом видите фейс если можно так сказать понравились вот такие формы это кичин скорее всего они будут стоить 199 рублей как и остальные эти формы довольно широкие и низкие у меня есть высокие формы всякие квадратные но вот такой нету вот теперь я думаю стоит мне покупать или нет привезли кепки но что меня удивило летние кепки привезли в осень глубокую уже в общем это не мое дело выглядят они довольно бесформенно на голове может как-то будут смотреться единственный плюс этих кеп что может быть не жарко в них стоит по 99 рублей расцветки только в клетку еще одна новинка интересная но дофига дорогая стоит блин почти 300 рублей не понимаю вот 300 рублей за ящичек ну да на колесах кстати в том что я держу вот я все время так вот какую бы я вещь не взяла понимаете блин это либо расколотая либо порванная либо без какой-либо запчасти вот сейчас я переверну и вы увидите сами нет колеса так что девочки проверяйте наличие всех колес иначе придется брать такси до дома во все уже готовятся к зиме к осени по укладывали уже в некоторых магазинах теплые вещи и вот смотрите сапоги привезли привезли или выложили прошлогодние очень симпатичные рамки смотрите по 199 рублей на 12 маленьких фотографий ребенка на каждый месяц первого года жизни и в наборе подушечка для того чтобы можно было сделать отпечаток ручки или ножки